Могу не обратить ваше внимание на то, каким образом оценивалась такая работа в сходной ситуации во время Великой Отечественной войны. Вам сейчас зачитаю одну телеграмму. Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Точка. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали. Иосиф Сталин. 17 сентября 1941 года. Это доказательство того, что идеальным не бывает никакое производство и никакая организация. Но, тем не менее, мы с вами должны понять, что обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а из исполнения декадных обязательств и в исполнение того, чего не было сделано. В том числе в прошлом году. Вот, коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали, ну и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими. А если их не было, то сами понимаете, что происходило. Продолжение следует... Продолжение следует...